Добрый день, в эфире Реагунг ТВ. У нас в гостях политолог, руководитель Ереванского института сетевых исследований Гаги Кашотович Аручинян. Добрый день, Гаги Кашотович. Добрый день, спасибо за приглашение. Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Гаги Кашотович, в своем недавнем интервью прежний президент Армении Серж Сарксян заявил, что революцию в стране провели силы более мощные, чем Сорос. Можете прокомментировать заявление президента, что он имел в виду? Знаете что, скорее всего, я неволен, скажем так, интерпретировать то, что сказано третьим президентом. Это делали мощные, так сказать, игроки и силы. И Сорос как бы является неким символом этих сил, потому что это просто исполнитель каких-то элементов и силы, общей игры. И естественно, цветные революции, но тут есть еще и нюансы, я вам скажу. Если раньше цветные революции делались по прямому указанию каких-то спецслужб, а известно, что, например, в Южном, наверное, Кавказе главной силой является британская разведка. Считается, что они являются, так сказать, инициаторами всех этих шпионских тел, скажем так. И тут надо учесть одну вещь. Эти мощные силы тоже очень интересные. То есть надо какие-то, так сказать, различия делать. Потому что, например, считается, что во главе стоит Америка во всем. Сильная, так сказать, мощная страна, держава. Но у англосаксов есть такая поговорка. Соединенные Штаты — это огромная армада линкоров, авианосцев. Но впереди направляет эту армаду маленький британский крейсер. И вот поэтому и британцы играли такую роль. Но они опирались на мощность своих, скажем так, соплеменников. В этом случае очевидно, что только с Соросом дело не ограничивается. К сожалению, к сожалению, в Армении функционировали до революции, скажем так, кавичках. Примерно более двух тысяч общественных организаций. Более двух тысяч. И за 3-4 года до революции, по нашим прикидкам, оценкам, которые подтвердились более серьезными организациями, типа мощных государств, я не имею в виду Россию, мы посчитали, что это порядка 4 миллиардов долларов потратили на эту революцию. Нас поправили, что это более 5 миллиардов. Вот для примера скажу, что на Украину официально вроде потратили 5 миллиардов, но на самом деле было посчитано, что это более 50 миллиардов долларов. То есть потратили огромные суммы, огромные средства на то, чтобы создавать ту атмосферу, те силы, которые могут продернуть такие задачи, решать такие задачи. И на самом деле Сорос это, так сказать, фасад всего этого. И то, что делает сегодня вот это правительство, я называю оккупационное правительство. И страна оккупирована на самом деле, но оккупирована методами гибридных войн, которые совершенствуются с каждым годом. И вот, да, конечно, это не только господин Сорос, который играет важнейшую роль. И, кстати, тут тоже есть нюанс. Вот события в Америке во время выборов, да, когда шла борьба между Байденом и Трампом, считается, что демократическая партия Соединенных Штатов ранее, так сказать, курировала вроде бы все эти, так сказать, правозащитные организации. Сегодня несколько ситуаций изменилось, потому что именно эти правозащитные организации начали диктовать свои условия и методы демократической партии. То есть весь миропорядок изменился. И сегодня поэтому очень важный момент – это адекватное представление восприятия того, что происходит в мире и что на самом деле происходит. Потому что мы живем в эпоху очередной информационной революции, мы живем в эпоху абсолютизации либеральной идеологии. Да, неолиберализм радикальный, этот неолиберальный радикализм сегодня господствует над всеми. Я имею в виду, так сказать, западный мир в особенности, потому что мир все-таки стал многополярным, и, в общем-то, с этим надо всем считаться, в том числе им тоже. — Вы упомянули гибридные войны. В связи с этим очень много опасений по поводу биолабораторий, которые функционируют во многих постсоветских странах, в том числе в Армении. И вот буквально на днях Армения и Россия заключили меморандум о биологической безопасности. Вот на Ваш взгляд, насколько эти биолаборатории представляют угрозу, и изменит ли этот меморандум ситуацию? — Ну, насчет изменений мы постараемся кое-что сказать. То, что есть такое заявление, уже хорошо. Но все надо смотреть, рассмотреть историю вопроса. Симбиоз информационных и биологических войн в свое время был, так сказать, окзеплен, но в концепции Рент-корпорейшн. Есть такой мозговой центр в США, кстати, их там порядка двух тысячи этих мозговых центров. А Рент считается наиболее одним из первых и авторитетных. Еще в 2003 году они выпустили свою концепцию, которую они работу провели под руководством и под заказом американской разведки. И там впервые прозвучало, так сказать, то, что вот симбиоз информационных и биологических операций — это весьма и весьма эффективная штука. И надо стремиться к этому. И вовсе неудивительно после этого, что вот произошла вот эта инфекция ковидом, да, ТТТП. Полностью укладывается концепцию Рент-корпорейшн. Полностью. Но с одной, так сказать, загрузкой. В свое время, так сказать, президент США как раз в 2003 году решил реализовать программу, проект «Биосчит». И видели на эту задачу, если не ошибаюсь, порядка трех или пяти миллиардов долларов. И именно в рамках этого биосчита во многих странах основали вот эти биолаборатории. Их очень много на Украине, на Молдове и, естественно, в Армении. Это военные базы американцев, которые находятся в Армении. Но, скажем так, с тем, что планируют и хотят реализовать эти биолаборатории, потому что они являются, каждый из них сделают какой-то маленький кирпичик из всего, так сказать, из всей программы. Это, так сказать, создание генетического оружия. Проводится множество исследований именно в том, чтобы создавать некие болезни, некие инфекции, которые будут истреблять именно людей с определенной расой и, так сказать, наций, скажем так. Да, это по американским данным, я в том, что говорю, говорю то, что пишут сами американцы. И есть эта программа биосчита, ДТП, они все опубликованы официально, как сказать, как правительственные некие такие задачи. И вот они прогнозируют вот таким образом создавать его такое генетическое оружие. Это вполне подходит к их, так сказать, представлениям. Но, но, но. Мир изменился. Мир изменился. Благодаря тому же, той же информационной революции. Вот, например, насчет ковида китайцы сыграли блестящее. Они устроили из этого, так сказать, бумеранг, который был обратно брошен в сторону Америки. Ну, для примера, в Америках, там, по-моему, 33 или 4, уже не помню, миллионы, но не менее, не более, да, зараженных. В Китае там не достигает 100 тысяч. Это объективные цифры. Смертность в Америках, скажем так, более 50 раз больше, нежели, так сказать, в Китае. Вот этот бумеранг, очень, бумеранг, это опасное оружие. Кидаешь, ага, ага, и палка возвращается обратно, бьет по тебе. Думаю, что еще сегодня к этому будут относиться с опаской. Те же, так сказать, англосаксы, потому что, может быть, обратный бумеранг, и иди там потом разберись, что-то делай, как делать, куда бежать. Сейчас после этого не совсем понятно. Ну, вот такая история с этим биооружием. То, что происходит в Армении, на этот счет, конечно, и по вашему каналу, я так понимаю, замечательно выступает Александр Амарян. Он знаток этого дела, он знает точное количество этих биолабораторий. И это страшная, так сказать, беда для Армении, что такие биолаборатории находятся в Армении. Страшная опасность. Но понятие биологической безопасности пока у нас не существует. Это заявление, очень хорошо, что оно прозвучало. Но реальных доступ к этим лабораториям, запрещений, наконец, этих лабораторий, пока этого не происходит. Пока то, что власть в Армении в руках оккупантов, Армения, так сказать, оккупированная страна. Но думать о том, что с этими лабораториями что-то приключится, кто-то их закроет, я думаю, что пока не приходится думать в этом направлении. Вы недавно участвовали в конференции, где обсуждался вопрос суверенитета Армении. И сегодня мы видим, что суверенитет опять под угрозой. Буквально вчера мы увидели, что азербайджанцы уже пошли в наступление. Они продвинулись в Сюники. На ваш взгляд, вот эти действия, они, можно их рассматривать как провокацию со стороны Алиева с целью давления на Пашиняна. Или это вот, как они заявляли, что они силой возьмут и откроют коридор. Вот как вы расцениваете вот эти действия? Знаете, мне очень трудно говорить на эту тему, потому что я родом из Сюника, наш род из Сюник, всегда террородилианцы. И мне очень так сложно об этом говорить. И я хочу сказать, что это не провокация. Надо признаться в том, что в плане психологического, силового давления, информационного давления, наши оппоненты, враги намного превосходят сегодня Армению. И это не отдельная провокация, это некий ход в общей партии, который они ведут. Ведь Алиев неоднократно заявлял, что если даже не будет, мы сделаем все равно, как коридор, мы добьемся того, что коридор работал. И Черное озеро, кстати, очень важный элемент в контексте вот этих проектов. И, естественно, они будут давить, они еще не отошли, несмотря на то, что идут переговоры. Не было заявлений со стороны Армении в сторону, так сказать, просьбы к ОДКБ, к России. Понимаете, я за союз России являюсь, так сказать, членом нового движения, сильная Россия, Алианс Союз России. Все правильно, но это как раз сильная Армения предполагает, что Армения не должна быть иждивенцем. И ждать, так сказать, что сделает Россия или не сделает. Вот, к примеру скажу, да, например, в Советском Союзе, я хочу сразу сказать, что у меня нет больших симпатий к Советскому Союзу, я считался диссидентом, мне, так сказать, таскали всякие, так сказать, конторы, КГБ, т.д. Но в Советском Союзе Армения не была иждивенцем. Это была сильная республика с развитой наукой, технологией, производством. Ими много давали и России тоже. Считая, вот, к примеру, даже сегодня в Москве четыре института, крупных института, которые носят фамилии арманских ученых. К примеру, я сам учился в Москве, так сказать, в аспирантуре, и там был окружен все время великими армянами, скажем так, Алиханов, Николовов, Вергелян, т.д. Мы очень много давали этой стране, общей нашей стране. И получали, кстати. И потому что получали больше, чем производили. То есть наша ВВ получала порядка 20-30% поддержки из центра. Ну, за счет этого и развивали, кстати, науки. Но у нас это получалось. Но я хочу сказать то, что вот надо добиться того, чтобы российско-армянские отношения были, так сказать, хорошими в глубоком смысле этого слова. Не то, что подхолебничать или, так сказать, то другое десятое, которое мы сегодня видим, и которое, кстати, не очень, так сказать, воспринимается российскими высокими властями, силами. А добиваться того, чтобы это было взаимовыгодно. Чтобы мы вместе работали, что-то делали. То, что сегодня делается в Сюнике, это безобразие страшное. Это естественное проложение того, что сделал Никол по отношению к Армении, к Арабаху. Он предатель. И вот я хочу по этому поводу, я немного отвлекаюсь от темы, я постарался ввести в оборот понятие идеального предателя. Вот был такой английский писатель, Лекаре, который писал шпионские романы. Он сам был шпионом, скажем так, и поэтому хорошо писал. У него есть книжка «Идеальный шпион». Эти идеальные шпионы обладали определенными, так сказать, навыками, умениями, достоинствами. Ну, как у советского зрителя, это Штирлист, например. Да, это был человек очень высоких, скажем так, способностей. Да, да, да. А я хочу сказать, что вот это идеальный предатель. Потому что от предателя требуются исключительно негативные качества. И это не только, так сказать, недостаток ума, психологические расстройства. Ну, чтобы быть более, скажем так, политкорректными, мне понравилась правда, что дуракам нельзя называть, но надо называть люди с нестрадиционными и умственными способностями. Он вот так и... Это идеальный шпион для того, чтобы... И потому что, если даже он не делает того, что ему сегодня, всего минутно сказали, делай это, делай то, то он импровизирует сфилу своей, так сказать, идеальности внутренних и внешних способностей, и, так сказать, он еще и к тому же является представителем криминального сословия, да, потому что все время с студентских времен уже сидел, т.д. т.п. И вот этот криминал, он, так сказать, великолепно делает то, что от него требуется. От него требуются очень пропастые вещи. То, что надо создавать зону воздействия на Россию. Это один проект, анаконда. Это подбрючье России, да, создавать очаги беспокойства того, другого, десятого. Ну вот, откололи от России Грузию, да, был такой же шизофреник типа Саакашвили, который сегодня рвется к власти Грузии. И вот и у нас свой шизофреник появился, да, скажем так. Ну и вот он тоже делает ту же самую работу, но более концептуально, более системно, нежели в свое время это делал Саакашвили. Потому что на этого, так сказать, шизофреника работают десятки мозговых центров. Десятки. Они все очень тщательно анализируют, понимают и тиктуют то, что надо делать. Поэтому, поэтому, если я немного опять отвлекаюсь, надо, чтобы повесили уровень адекватности восприятия. Вот я недавно читал в своих записках то другое, вот мой приятель, с которым мы переписывались, он и остается, слава тебе, Господи, директором мозгового центра в Москве. Он писал о возможности цветной революции в Армении, а то, что есть уже все симптомы, в 2005 году. Пашпокорный слуга об этом публично начал заявлять в 2013 году, когда началась, так сказать, эта арабская весна. Было очевидно, что вот они перекинулись и на эту сторону. Но не хватает адекватности восприятия этих угроз. И, кстати, при всем моем уважении к России, потому что Россия очередной раз спас армянский народ, да, начиная с 1827 года, вот после этой войны, страшной, да, 20-го года, если бы не российские миротворцы, то у нас не было вообще ни одного армянина в Карабахе. Надо признаться в этом. Никто спасибо за это им не сказал, наоборот, сегодня подогреваются антироссийские настроения. Вот надо побольше, так сказать, делать акцент на мягкую силу. Это очень жесткая вещь, мягкая сила. И то, что вот сегодня у России появились прекрасные аналитики, которые я смотрю за общество пилининг, за так, как они ведут агитацию, как ведут пропаганду, очень грамотно. Не сравнить с тем, что было раньше. Вот и возвратимся к понятию суверенитета. Суверенитет при прочих, так сказать, элементах возможно иметь суверенитет лишь в том случае, если у вас есть определенный потенциал умственных интеллектуальных ресурсов и духовных ресурсов. Без них суверенитета не бывает. Посмотрите, как умно работают англосаксы. И, кстати, покойный академик Александр Панарин, он говорил не англосаксы, а юдо-англосаксы. И был прав в этом. Я не антисемит, но, баси Боже, но это умные ребята все. Они раскололи славянский суверенитет. Вот сегодня опубликовали в Москве список недружественных стран. Украина. Там, по-моему, штук 9 или 12, не помню. Но Украина, Чехия, Болгария. Входят в эти страны. То есть страны, которые... Польша, ну, Польша всегда там была, так сказать, контраст России, но 4 славянских стран. И вот итог вот этого дела. И, кстати, насчет интеллектуальных ресурсов очень хорошо сказался во время первой Карабахской войны, которой ваш покорный слуга тоже не поднаслышки знает, что происходило и как. Вот английская разведка написала, что это было благодаря технологическому перевесу в Армении. И под технологическим перевесом понимается весь этот комплекс научно-технических, умственных, интеллектуальных стадий. Вот в эссенции таких людей был, например, Леонид Атгалтиян. Прекрасный физик, прекрасный человек, развитый, знающий. Я не понимаю, на слышке говорю о нем. Это был человек высшего сорта. И вот такие люди высшего сорта, их заменили эти люди низшего сорта сегодня. Которые, так сказать, предают свою родину, предают народ. И неизвестно, чем все это кончится. Тоже, да, есть неопределенности. И очень надеюсь, что люди, в общем, поставят точку над «и». Ну, дай Бог, тоже, так сказать, все неоднозначно пока. Есть сегодня возможность у Армении укрепить свой суверенитет? И как это возможно сделать? Знаете, я вам скажу. Это крайне сложный вопрос, потому что суверенитет, абсолютного суверенитета не было и не может бить, да. Но повысить свою роль, повысить суверенность, возможно именно, так сказать, только это могут себе позволить сильные, так сказать, государства и страны, сильные народы. То есть мы должны стать сильными во всех, во всем направлениям. Военным, информационным, что крайне важно эти наши дни, когда в мире происходит тоталитаризм в виде, так сказать, информационной доминации, да. И тогда, если будет сформирована элита какая-то, которая понимает, что такое суверенитет и чем это выгодно, что иначе невозможно. То есть, если мы пойдем этим путем, ну, лет через 15, на Берне, да, и Армения не будет. Не вернемся, так сказать, до того, что вот было до 1827 года, да. И вот надо вот развивать, сделать, сформировать, создавать национальную элиту, развитую, понимающую, что-то, умеющую что-то делать. Вот очень интересно, что и не случайно, вот мы вначале говорили немного про Нур-Аванг, там, где были совершены цветные революции, наблюдается четкое падение вот этих показателей. К примеру, на Украине за несколько лет всего, за 4-5 лет после революции, количество научных сотрудников сократилось на 150 тысяч. 150 тысяч. В Армении очень сильной стране, в научном плане, в советское время, если сравнить, допустим, у меня данные оценки 18-го еще года, примерно 12 раз сократилось число научных работников. Есть такое понятие «сложная профессия». Этой сложной профессией владеет, может быть, человек носителем сложной профессии, токарь, сварщик, он человек, владеет этой сложной профессией. Физик-теоретик или, так сказать, математик, тоже люди сложной профессии. Вот нас тогда было, так сказать, более миллиона, более миллиона человек. Сегодня эта цифра людей, которые владеют сложными профессиями, более чем 10 раз это число сократилось. Более чем 10 раз. То есть сначала надо, так сказать, и поэтому я говорю, что Армения в 80-е, даже начало 90-х, была гораздо более суверенной страной, нежели сегодня. Потому что мы жаловались на ЦК КПСС, на Госплант, а потом увидели, что Всемирный валютный фонд или Конгресс США намного страшнее и мощнее, нежели, так сказать, ТК КПСС или Котклант числовутый. Вот эти вещи надо знать, надо что-то делать в этом направлении. Ваш покорный слуга уже 4-5 лет топчется по всяким кабинетам, пишет что-то, чтобы создавать, например, к примеру, всеармянский онлайн-университет. Потому что надо вприскивать наших соотечественников вот эти качества, идеологию какую-то, понимание того, что выгодно, что невыгодно, что можно делать, чего нельзя делать. А у нас вся система образования, это западная система образования. У меня ничего нет против западной системы. Но у китайцев, люди очень мудрые, один из их стратегов говорит, если вы хотите завладеть, овладеть страной, то введите туда свою систему образования. Это говорили они еще пару тысяч лет тому назад. И кое-что понимают. И поэтому сегодня Китай выработал этот бумеранг, по которому они ударили, так сказать, по США. Вот надо вот эти вещи. Есть очень много хорошего надо взять и оттуда, и отсюда. Но вот разрушать ничего нельзя. Вот, кстати, в Германии до сих пор они соблюдают традиции гимназии, которые они в свое время передали России. Наши школы в свое время советские тоже, так сказать, по системе гимназии строят, потому что было очень много российских мыслителей, которые у них был девять, невзирая на что, это революционная большевистская Россия или какая-то, это наша Россия, и мы должны воспитать, так сказать, народ. И вот воспитали не всегда очень хорошо, но сделали очень много. Армения уже долгое время находится в глубоком политическом кризисе. На Ваш взгляд, неочередные парламентские выборы являются выходом из этой ситуации? Как Вам сказать, мне крайне трудно об этом говорить, потому что, конечно, о чем хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы вот так получилось, но мы должны знать, что вот в Армении примерно живут 200-300 тысяч секстантов. Вот это данные Амаряна, и я охотно верю в то, что он говорит. А это иностранные агенты. В каком смысле? Вот сегодня Россия стала суверенной более или менее, потому что там ввели законы об иностранных агентах. Что это означает? Это не российская ведунка. В 19 веке британцы, так сказать, 1859, в общем, могу я ошибаться, на пару лет туда-сюда, неважно, они уже ввели закон об иностранных агентах. То есть человек или организация, который получает финансирование, не в Вадикобритании, а из других стран, это иностранные агенты. Это не говорит о том, что его надо сразу нам усилить. в Вадикобритании, но они, так сказать, уже заполняют какие-то бумаги, за ними как-то следят, естественно, то-то все-таки. Американцы додумались до этого, где-то в середине уже 20-го века. Ну, россияне иногда опаздывают, запаздывают, и вот они сегодня начали ввести законы относительно иностранных агентов, потому что оказалось, что с членом Совета Безопасности мог быть человек двойным гражданством. Это вообще страшный говорит он, но вот так было. Ну, вот там нам тоже надо нечто такое создавать в будущем. Ну, а пока ситуация такая, что иностранных агентов крайне много. Вот я говорил о двух тысячах общественных организаций, из которых наверное штук 10-15 но 20 могут быть российскими или нет. Все остальное это западные так сказать организации. Западные это не то, что я не люблю Запад, это очень новым надо научиться и надо это делать, но они у них другие интересы и другие цели, нежели у нас. Для них Карабах это ерунда. Они ничего не потеряли они даже нашли в этом что-то. Я не хочу терять Карабах. Мой рот хотя бы скажем так не позволяет этого так сказать мое происходение. Для них это ерунда. Мы должны эти вещи учитывать и вести очень разумную интересную предвиборную кампанию. Потому что к сожалению только на патриотических устремлениях это святое, это правильно то, говорится. Видимо этого пока недостаточно. Надо придумать и другие алгоритмы воздействия на общественное мнение и чтобы как-то победить. Потому что если мы не победим на этих выборах это я не представляю последствия вот этого такого. Но очень надеюсь потому что нет худа без добра вот эта кризисная ситуация в Армении она породила очень много толковых людей. Сегодня по телевидению в газетах то читаешь очень умные разумные появились люди которые пишут думают вот кстати мы говорили о кризисе в Сюнике неделю тому назад молодой очень перспективный я его и раньше знал Албакян говорил о том что Черного озера может и не бить в наших руках все идет к тому что захватят возьмут вот это Черное озеро и не только он и не только он появилось очень много светлых потому что Армения Армяне очень одаренная нация поверьте мне у меня было очень много аспирантов в свое время и в области химической физики и в области так сказать уже по истологии все другое десятое очень толковые наши ребята очень толковые приходили буквально в Москве в институте физики ребята из провинции приходили из Армении год так смотрели второй год они шли вперед и позади оставались русские евреи то другое десятое а впереди армяне очень толковые наши ребята и женщины и девушки всегда были очень толковыми но надо чтобы их как-то воспитали чтобы это ценилось и чтобы они пошли вперед вы входите в движение сильная Армения с Россией за Новый Союз это движение знаю выступает за более глубокую интеграцию с Россией вплоть до вступления в союзное государство интересно как вы видите дальнейшее развитие Армении в плане того что традиционно Армения вела комплементарную политику и с западом и с Россией то есть это движение видит дальнейший путь только вот во взаимоотношениях с Россией знаете что я не так представляю это потому что достаточно разумные люди все это организуют это то же самое сказать что в той же России никто не ведет комплементарную политику очень даже хорошо ведут надо дружить со всеми но с этим вот какими-то надо дружить особенно хорошо я не говорю что надо то делать другое делать но надо показывать и зубы тоже вот вот мы говорим насчет отмена азербайджанских отношений месяц тому назад еще все считали что война между Украиной и Россией неизбежна что делала Россия объявили так сказать военные учения по всему необъятному так сказать пространству напугали и те ушли уже сам делись и говорят нет нет никакой войны не может быть я не могу не вспомнить так сказать мои операнские годы получилось так что зал лаборатории у меня был порядок на близкой премии он говорил такие слова что хороши те методы которые дают хороший результат учил нас вот я смотрю у Армении с Россией получается вот в 27 году 1900 до прошлого 800 пришел товарищ Паскевич Крафт в Армении не было ни системы образования ни писателей ни то ни другое начала развиваться и культура и наука и все 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 вторая республика советская Армения развивалась буквально все стали сильной страной которая победила в неравной войне против Азербайджана в том же так сказать это в 90-х годах значит здесь получается что-то вот почему мы не должны делать то что получается хорошо это логика просто простая логика и это абсолютно не означает что вот мы должны так сказать со всеми так сказать забыть всех ни с кем не дружить только с Россией да и вообще надо понимать что Россия Беларусь Беларусь очень даже самостоятельно иногда я бы не сказал очень умно ведет себя в этом союзе но союз необходим вся Европа в союзе да европейский союз а почему мы должны быть так сказать вне этих союзов это нам выгодно это выгодно и для России почему не делать то что нам выгодно во всех отношениях не материальном только в смысле это приводит и к духовному интеллектуальному развитию и все Алья Кашотович спасибо большое за интересное интервью да ради спасибо